Девушки отдыхают 6 апреля в Маграмкенском районе состоялись мероприятия в рамках реализации проекта Министерства по национальной политике Дагестана «Как живешь, сосед». В них приняли участие министры по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей, глава Маграмкенского района Фарида Ахмедов, сотрудники Министерства по национальной политике Республики, ответственные работники администрации, главы сельских поселений Будкозмоляр и Новоул и делегации от данных сел, руководители организаций и учреждений, представители общественных организаций, учащихся в школах, представители средств массовой информации и жителей района. В торжественной обстановке министра Татьяна Гамалей, глава района Фарида Ахмедов, глава села Будкозмоляр Рафик Урдуханов и заместитель главы сельского поселения Сельсовета Новоульский Рамис Байрамов возложили святых памятнику в вашем войне Великой Отечественной войны, почти в память выходцев из Маграмкенского района. Из Маграмкенского района на фронт ушло более 2500 человек, и около 1800 из них пали смертью храбрых на полях сражений Великой Отечественной войны. Практически почти не осталось в селениях ни одной семьи, которой не коснулась война. Из многих семей вместе с отцом ушли сыновья. Из одного тухума уходили мужчины разных возрастов, от взрослых до совсем молодых. Жители Маграмкенского района свято чтут память погибших и пропавших без вести в войнах. Во всех населенных пунктах возведены обелиски, на которых высечены имена всех бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы, молодое поколение, будем вечно помнить великий подвиг наших земляков, нашего народа. Дедушка-мама Достал все награды с войны той палящей. Медали и орден за взятие и браки. Варшавы, Берлина и личной отваги. И слезы стояли в глазах его добрых. Войной опаленных, но не побежденных. Я слушала молча рассказ его тихий о страшных сражениях и запах победных. Боевые ордена наших прадедов и дедов. Боевые ордена наших прадедов и дедов. Праздник продолжится символической закладкой аллеи дружбы, которая станет символом дружбы и добрососедства всех народов и народностей. Субтитры создавал DimaTorzok Далее состоялись культурно-массовые мероприятия. Делегация во главе с руководством района и министром направились в районный центр традиционной культуры народа в России, где во дворе центры стали свидетелями зрелищного представления артистов народного коллектива «Кронтоходцы» в «Унар». Никитина! Прwsした реки Добро и Мober! Праздник-Пронтур изulation Кронтоходы Субтитры создавал Дим Великого Игорь, премь 2004 Субтитры создавал DimaTorzok После этого представления гости посетили площадку, где проходили спортивные мероприятия. В них приняли участие смешанные команды сел Будказмоляр и Новоул. Ребята соседались в перетягивании каната. Команда делал участие в традиционных видах спорта построенных. Главный судья соревнований Даниил Владимирович Исифович. Победит Друбба, ребята. Вам хороших, честных соревнований. Мы будем очень рады вашим победам. Увидимся сегодня еще обязательно. До встречи. Соревнования объявляются открытыми. В рамках реализации проекта в Маграмкенском районе состоялся круглый стол «Сосед-соседу опора», на котором обсудили актуальные вопросы административно-хозяйственной деятельности района, деятельности учреждений образования, культуры, здравоохранения по решению проблем в социальной сфере, противодействию идеологии экстремизма и терроризма. За круглым столом выступили главы сел, представители управления образования района, здравоохранения, председатели общественного и женского совета района, а также союзы ветеранов муниципального района и других организаций. Доброе соседство, как мы знаем, является той нашей традицией, которая способствует сохранению мира и нормальному течению всех других процессов жизни людей. Эта традиция обязательно должна быть сохранена и привита нашему подрастающему поколению. Для этого взрослое поколение даже не только говорит об этом, но и выступает примером для подражания. Всего этому призван служит проект Министерства по национальной политике Республики Дагестан «Как живешь, сосед?». У всех народов можно найти пословицы, поговорки о соседях, что говорит о том, насколько это все важно, насколько значимы традиции добрососедства и дружбы. Как в прошлом, так и сейчас хозяйственная сфера, вопросы взаимодействия на бытовом уровне диктует нам всем необходимость жить сообща, не быть равнодушными, а быть милосердными, проявлять заботу о ближнем, оказывать поддержку там, где мы можем это делать. Все несущные вопросы нашей действительности, в том числе вопросы снабжения питьевой, поливной водой, благоустройство улиц, утилизация отходов, вопросы санитарной очистки территории, не могут решаться без наличия нормального человеческого диалога, не только между всеми нами, между учреждениями, организациями, но и с людьми на местах. Поэтому считаю очень важным и актуальным проведение сегодняшнего мероприятия, направленного на сохранение и укрепление наших традиционных ценностей. В нашем пригорничном районе добрососедство и взаимний учет интересов разных людей остается залогом мира стабильности и процветания. Считаю, необходимо не только заявить нашу единую позицию по обсуждаемому вопросу, но и провести работу по широкому освещению и внедрению в народ позитивного опыта взаимодействия между собой наших предков. Поскольку обсуждаемый сегодня проект «Как живешь сосед?» направлен на укрепление единства и целостности нашей страны, укрепление межнационального мира и согласия, то не лишним будет отметить нашу работу по развитию побратимских связей. В целях активизации отношений дружественного обмена, сотрудничества в самых разных сферах, в том числе торгово-экономическом, спортивном, культурном, туристическом, нами недавно подписано соглашение о побратимских связях с Тостинским районом Ленинградской области. Уже налажен рабочий диалог по нескольким направлениям. В частности, по сельскому хозяйству есть договоренность с инвесторами Тостинского района по выращиванию у нас разных сортов картофеля для последней его реализации в Ленинградской области. Уже на сегодняшний день посажено 30 гектаров. Совсем недавно наша делегация выезжала в город Тосна для участия в турнире по джидо на президенте, почетного президента Федерации джидо Ленинградской области Ивана Филипича Хабарова И занято там второе место по общему командному результату. То есть, и все это является свидетельством того, что мы не стоим на месте. Мы заняты поиском и развитием дружеских связей со всеми на взаимовыгодной основе и наши побратильские связи с Тостинским районом Ленинградской области, пусть и не близким соседам, безусловно, способствуют укреплению единства и целостность нашей большой родины России. Спасибо за внимание. Слово сейчас предоставляется министром по национальной политике Республики Дагестан Гамалей Датьяревна Владимировна. Спасибо, добрый день еще раз, дорогие друзья. Спасибо Фариду Загаденчу за предоставленное слово. Спасибо всему Магранкентскому району и его людям, которые поддержали наш проект. И благодаря этому сотрудничеству мы сегодня здесь, в Магранкенте, для нас это большая честь и большая радость, потому что какие бы проекты ни планировал Миннац, без наших коллег из муниципалитетов организовать их невозможно. Конечно, для нас всех это праздник, но это и большой труд подготовить такое большое и значимое для района, для всей Республики мероприятие. Эту работу мы проводим в рамках реализации стратегии государственной национальной политики. Я постараюсь как можно меньше таких вот очень официальных слов говорить, но хочу, чтобы вы как местная власть, как представители органов местного самоправления, общественных организаций, это хорошо понимали. Нам чрезвычайно важно крепить дружбу в Республике, крепить дружбу между селами, между районами Республики, между народами, проживающими в Республике, между нашими соседями, регионами Российской Федерации и тем более между ближайшими вашими соседями, нашим братским Азербайджаном и другими странами. Сейчас это как никогда актуальная задача, поверьте мне, я говорю это с полным основанием, потому что есть очень много желающих разрушить это уникальное общедагестанское единство. И наш проект как раз и направлен на то, чтобы напомнить, что эти традиции, традиции добрососедства, традиции куначества, они не выдуманы сейчас. Они помогали нашим предкам жить в нелегких условиях, войн, сражения за каждый клочок земли, за переразделы территории, потому что Дагестан всегда был в сфере интересов нескольких стран и испытывал на себе все тяготы вот этой исторической геополитики. И держался Дагестан, и сохранил и свои языки, и свою культуру, и свои обычаи только благодаря тому, что знал единство, это очень большая сила. Макарамкенский район в этом смысле уникальный район. Мы не случайно наш сезон 2017 года, а вообще проект начался еще в прошлом году, и уже в двух районах прошел, в Гунипском или Вашинском. А вот в 2017 году мы начали проект именно с Макарамкенского района. Спасибо еще раз хочу сказать Харизу Геденчу, который поддержал нашу идею. Мы сказали, вот мы сначала приедем к вам. И вот почему. Это район, который соседствует, граничит с целым рядом муниципалитетов. Это Сулейманстальский район, Ахтенский, Дакуспаринский район, это Куракский, Дербенский район, и я имею ввиду еще и границу нашу азербайджанскую. Как рассказал мне глава, население района за достаточно короткий период увеличилось практически вдвое, потому что многие приехали сюда после распада Советского Союза, вернулись и захотели жить именно в Макарамкенском районе. Живут здесь представители разных национальностей. И, конечно же, в районе есть проблемы, социальные проблемы, экономические проблемы, но, как завершил меня ваш глава, вот чего-чего, а проблем такой межнациональной розни в районе нет. И это очень хороший опыт, о котором нужно рассказывать, который нужно показывать всему Дагестану. Мы прекрасно начали этот день. Какие замечательные дети, как они со знанием дела, с пониманием ситуации провели церемонию возложения венков у монумента, павшей в Великой Отечественной войне. Значит, взрослые смогли им привить это уважение. То, что мы делаем сейчас, мы делаем уже не друг для друга. Мы взрослые сложившиеся люди, воспитанные немножечко в другие времена, и нас не нужно, наверное, учить братству. А вот наших детей, которые росли, воспитывались в другие немного времена, им передать вот эту идею единства, дружества очень и очень важно. И спасибо, что вы участвуете вместе с нами в этой большой и важной для нашей республики и, уверяю вас, для всей нашей страны важной работе. Я не буду больше говорить, только хочу сказать, что я с трепетом зашла в этот зал, увидела эти портреты людей, которые составляют гордость, славу лесгинского народа, азербайджанского народа, я уверена, рутульского народа, цахурского народа и не только, всего Дагестана. Потому что даже несколько портретов здесь людей, с которыми я еще успела поработать, будучи преподавателем университета, и мой большой друг, и мой учитель, и наставник, к сожалению, я не увидела его портрет, он ушел уже из жизни. Ахмедула Гермагомедов, Гермагомедов, тоже выходят из Магарамкенского района. И так хорошо, что они здесь сегодня все с нами, честь и гордость народа, и я думаю, что они одобрили бы ту работу, которую мы с вами проводим. Завершилось мероприятие праздничным концертом художественной самодеятельности. В ходе концерта состоялось награждение министром по национальной политике республики Татьяной Гамалей и главой Магарамкенского района Фаридом Ахмедовым, всех спортсменов, участвовавших в спортивных мероприятиях в этот день. В концертной программе выступили воспитанники Магарамкенской районной школы искусств, учащиеся в школах, певцы и музыканты. Мы уже успели провести ряд мероприятий в рамках реализуемого проекта Министерства национальной политики Дагестана под названием «Как живет сосед?». Только что мы завершили работу круглого стола, посвященную данному проекту. Итогу круглого стола еще раз подтвердили необходимость широкого обсуждения и пропаганды традиций добрососедства. Мы также подтвердили сегодня общность наших взглядов по отношению к традиционным ценностям. Сейчас нас ждет концертная программа. Перед вами выступят коллективы Магарамкенской районной школы искусств и Центра традиционной культуры народа России. Между выступлениями будут показаны видеоролики о последиях нашего района. Мы сегодня с утра здесь и каждый шаг нашего пребывания в Магарамкенском районе, он очень приятный, очень радостный, потому что мы даже не ожидали такого большого количества улыбок, прежде всего на детских лицах, такого количества дружеских теплых рукопожатий. Все, что делается в облаке мира, в облаке добра, в облаке света, в нашей не такой простой жизни, в той обстановке, которая творится в мире, когда, к сожалению, рядом с нами разворачиваются человеческие трагедии, гибнут люди, идут войны, все это нужно очень и очень хранить и беречь. Вот на то, чтобы было больше в мире добра, на то, чтобы больше было добрых человеческих отношений, и направлен наш такой простой, на первый взгляд, проект «Как живешь сосед». Этот проект проходит в Республике второй год, его придумали мы в Министерстве по национальной политике, вместе с моими коллегами, они сегодня тоже здесь, в зале. И проект проходит уже в третьем районе Дагестана. И знаете, на что мы сегодня обратили внимание? Вот этот баннер, который подготовлен в целом для проекта, он начинается словами Расула Гамзатова. Мы приехали к вам, и в зале, где проходил круглый стол, висит другой баннер, яркий, красочный, в котором вписаны замечательные слова Сулеймана Стальского о том, как важно ценить хорошего, доброго соседа. Два великих поэта Дагестана говорили приблизительно об одном и том же, о том, о чем говорим и мы. Дружба – это лучшее достояние. Единство – это то, что необыкновенно важно для нашего Дагестана, для всей России. Еще раз большое вам спасибо за гостеприимство и за то, что вы с нами в этом общем, очень важном для нас деле. Спасибо. Спасибо вам большое за теплые слова. На сцене Белага Скендера, союз районного центра традиционной культуры народов России. Белага Скендера, союз районного центра традиционной культуры народов России. Белага Скендера, союз районного центра традиционной культуры народов России. Белага Скендера, союз районного центра традиционной культуры народов России. Белага Скендера, союз районного центра традиционной культуры народов России. Магарамкенский район был образован специальным постановлением Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1943 года. В настоящее время в районе 22 сельских администраций, куда входят 33 населенных пункта. Численность населения более 63 тысяч человек. Граничит с Дербенским, Сулейманстальским, Курахским, Докуспаринскими районами Республики Дагестан. Имеет государственную границу с Республикой Азербайджан. Магарамкенский район уникален по своим естественно-географическим и климатическим условиям и богат природными ресурсами. Но главное богатство района – это люди, горячо любящие свою землю, ревностно дорожащие прошлым и страстно болеющие за настоящее и будущее района. Сегодня уже при других условиях начато возрождение экономики и социально-культурной сферы района. Наряду с производственными объектами строятся новые школы и спортивные комплексы, модернизируются больницы и фельдшерско-акушерские пункты. В районе функционируют 5 детско-юношеских спортивных школ, школа Олимпийского резерва, где под руководством опытных тренеров по 12 видам спорта занимается более 3000 ребят. Спорту в районе приоритетное внимание оказывалось всегда, а в последние годы особенно. И это закономерно, ведь глава муниципального образования Магарамкенский район Фарид Ахмедов является вице-президентом Республиканской Федерации Дзюдо. Беречь молодежь от влияния пороков и изъянов сегодняшнего дня, настроить и направить ее на путь созидания и духовного обогащения – вот главная забота старших поколений. Этим занимаются и руководство района, и правоохранительные органы, занятые установлением правопорядка и законности в районе, противодействием преступности и надзором за соблюдением прав и свобод населения. За беспримерные ратные и трудовые подвиги десятки магарамкенцев были удостоены почетных званий, звезды Героя Труда, высоких орденов и медалей. И сегодня руководители района не забывают своих славных сыновей, где бы они ни работали. Неразрывная связь времен и преемственность поколений – это и есть продолжение жизни. Да будем же ее истинными творцами на благо и процветание родного района – Дагестана, России. На сцене заместитель директора по воспитательной работе Советской средней школы Кариба Рустам Тагирович с песней «Цветущий Дагестан». Аплодисменты. ПЕСНЯ 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 Как уже было сказано выше, в Магарангинском районе 33 села, и о каждом из них можно рассказать что-то интересное и хорошее. Но сегодня мы вам расскажем о том, как живут соседние села, это Новоаул и Будказмоляр. В селе Новоаул в настоящее время проживает 3,5 тысячи человек. Дружно живут здесь люди разных национальностей, рутульцы, лесгины, но в основном азербайджанцы, которые в 30-е годы 20-го столетия основали это село. Много новоульцев отдали жизни на полях сражений в Великой Отечественной войне. Облик Новоула изменился после образования совхоза Комсомольский, который был на то время одним из самых богатых совхозов Дагестана. Основой деятельности сельчан было виноградарство. Люди занимались сельским хозяйством. В селе функционирует поликлиника, а в 2008 году была открыта больница на 40 коек со всеми условиями, где и сейчас жители соседних сел Будказмоляр и Кличхан получают медицинскую помощь. С 1966 года в селе функционирует средняя школа, среди выпускников которой такие известные имена, как Тагир Исмаилов, ректор технического университета, депутат Народного собрания Республики Дагестан, Мусаэфенди Велимурадов, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, который тоже учился в новоульской школе. Будказмолярская молодежь приходит заниматься в спортзал селения Новолу, поддерживая дружеские отношения со своими соседями. Вообще с соседями Будказмолярцами очень много проводится совместных мероприятий, такие как Яран-Сувар, школьные мероприятия и многие другие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большие и богатые пастбиши и луга давали хорошую основу для развития растеноводства и животноводства. В 1950 году два колхоза – селение Будкозмоляк и селение Нововол – объединились в единый колхоз Комсомольский. В настоящее время неузнаваемо изменился облик села Будкозмоляк, его инфраструктура. На территории села функционирует новая современная школа, где учатся свыше 550 учащихся. Одним из главных достижений села является лесной массив природный памятник Беркубинская лесная дача, объявленная орнитологической территорией международного значения. Очень гордятся жители села своим школьным музеем, где побывали в свое время известные люди Дагестана. Жители двух соседних сел Будкозмоляк и Нововол вместе проводят все мероприятия – и праздники, и проблемы. Все они решают вместе. Село славится знаменитыми выходцами. Это известные политики, общественные деятели, спортсмены, ученые. На сцене учащихся третьего класса Катырказмолярской средней школы песня «Многонациональный Дагестан». Село славится знаменитыми выходцами. Село славится знаменитыми выходцами. Село славится знаменитыми выходцами. Хороший сосед всегда поможет поделиться советом и опытом. Вот и наши учителя поделились педагогическим опытом со своими соседями. В рамках проекта «Как живешь, сосед» в Будкозмолявской и Науульской школах прошел обмен уроками. Вот уже много лет продолжается сотрудничество и обмен опытом между педагогами двух соседних школ Магаранкенского района. В Будкозмолявской и Науульской совместно проводятся экскурсии, праздники, делятся опытом. В рамках обмена опыта между двумя школами мы представляем вашему вниманию урок учителя русского языка и литературы Науульской школы Нурлаевой Фаизы Леперовной. В девятом классе Будкозмолявской школы она провела урок «Кто же герой нашего времени?» по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». В ее понимании учитель – это человек, постоянно находящийся в поиске, выявляющий проблемы, ставящий цели, достигающий результатов. Мы видим, как дети познают искусство, учатся самостоятельности, инициативности и любви к литературе. Сочетая традиционные методы активного обучения с инновациями, учитель дает учащимся глубокие и прочные знания, создавая благоприятный климат и комфортные условия для рабочего труда. Для лучшего понимания смысла произведения, в суде того, как Лермонтов отразил кавказские обычаи и традиции, учительница подготовила с помощью детей инсценировки из произведения, небольшую выставку национальных атрибутов, чтобы дети почувствовали калорий, времени и место. Умение найти ключ в душе ребенка зависит от личных качеств учителя, от призвания быть педагогом, считает Ваизель Первого. Урок в соседней школе дает учителю и детям не только обмен опытом, но воспитание и укрепление дружеских отношений, воспитание чувства толерантности и уважения друг к другу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 На сцене учащийся Магранкенской средней школы номер 2 Казибекова Марьян. Добро пожаловать на наш канал! 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 Так мне не хватало, Бог, храни тебя. Как люблю глагола снежный, мама, Мне молитвы ты читала, И к разлуке так мне не хватало, Бог, храни тебя. Мама, мама, дорогая, Родная, нежная моя. Мама, мама, дорогая, Родная, нежная моя. Турилы. Живет сели на ООО Магаранкенского района. 35 лет совместной жизни для них – это путь глубокого уважения друг к другу и укрепления традиций семейных ценностей, которые они с большим трепетом передавали своим детям. Межнациональный брак, где муж азербайджанец, а жена Лизгинга, никогда не испытывал конфликтов двух разных культур, традиций и взглядов. Основа их семейного союза – это взаимопонимание и взаимоуважение. Глава семьи Резмин Уриев долгие годы работал на госслужбах, а в настоящее время является временно исполняющим обязанности директора завода ООО «СГИФ». Мудрая жена и гостеприимная хозяйка Суна встречает и провожает гостей, которым всегда полон дом. За годы совместной жизни они вырасти троих детей, поженили, обустроили их и теперь нянчат внуков. Старший сын Лайман с семьей живет в Каспийске, где работает военным по контракту. Бладший Тарлан с семьей живет в Москве, где работает сотрудником финансового отдела Министерства обороны. А единственная дочка семьи проживает в городе Дербенте и работает сотрудником банка. По словам супругов, в их семье свято соблюдали семейные традиции, которые по сей день продолжают и дети в своих семьях. Уважение к старшим, почитание родителей – это написанные законы их семьи. На семейные мероприятия дети все семьи приезжают к родителям и собирается большая дружная семья. Пусть придет хоть вся планета, в очаге у нас огонь, никогда не охладится для гостей его огонь. Дорогие друзья, на сцене учащейся Филинской средней школы сценка по средневековой персидской притче «Какие люди живут в этом городе?» Смотрящих много, видящих немного, Вот как-то раз, пережидая сной, Под яблоней сидели удоруки двойнищик, Мальчик из старик-седой, А мимо шел прохожий и чужестранец. Красивый край! Красивый, спору нет. Скажи-ка мне, достопочтенный старец, Какому народ живущий в сей стране? Тебе свое, о нем скажу я мнение, Но прежде ты ответь на мой вопрос, А что за люди были в том селении, Где жить тебе до стран сви довелось? Такие, чтоб о них и вспомнить тоже, Себе любил, жал, путных и злых. Не уж-то все. Все, как один, ничтужен, Порочный и упрям, как ослы, И я безмельно рад, что мир покинул. Увы, естественно рад, точь-в-точь любой. Пойду-ка я дальше. Путь твой будет длинный, Идти тебе придется далеко. Ушел, а старец с мальчиком остались, И вскоре к ним с вопросом подошел Еще один прохожий чужестранец. Я в этот край издалека пришел, Ни нравов, ни обычаев я не знаю, А вы из местных? Я родился тут. Похож это село на врата рая, Но скажи, что за люди в нем живут? Тебе свое, о нем скажу я мнение, Но прежде ты ответ на мой вопрос, А что за люди были в том селении? Держи тебе достойность и доглость. Им всем наидостойнейшее имя, Они многичестивы и добры. Я опечален, что расстался с ними, Но таковы веления любви. Тогда возвратусь сердца доброй вестью, Чем и прекрасней всей земли народу, Так будь не будешь счастлив в этом месте, И не узнаешь горя и забот. Здесь земля моих предков, Первая молитва моего отца, Первая слеза моей матери, То, что оставил мне мой дед, И то, что я оставил своему внуку. Повезло мне в салон. Дед, всего одна истина есть на свете, И только лошадь твоей сотни не хвост. Зачем ты мне по-разному ответил, Ведь задали они один вопрос? Ты не учил отличия в природе, Всяк видит мир через свое стекло, Что ищем мы, то в людях и находим, А в каждом сердце есть добро и зло. Благословен, добра от мира ждущий, Сто прачи с кемиль он, Чем человек, Зло и ищущий, И от него бегущий. Мир добр к тому, Кто злеет добро во всех. Дружат пусть под светлым, Мирным небосводом, И сосед с соседом, И народ с народом, И живут, как братья, Без войны и злости. В гости приглашайте, Приходите в гости. На сцене танцевальный ансамбль Макаранкен, районного центра Традиционной культуры народов России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok 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 И вот эту коллективную грамоту нашим коллективным героям Управлению образования, администрации, муниципальное образование Маграмкинский район Спасибо вам, дорогие коллеги, за помощь Дорогие друзья, гости праздника Подходит к завершению нашей мероприятия Немного грустно, но у всего есть начало и конец Отлицаем всех жителей нашего цветущего, красивого Маграмкинского района Мы хотим поблагодарить вас, дорогие наши гости За то, что вы инициировали подобные проекты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok